здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я делаю скоростной экспресс мастер-класс на вот этот вот кардиган очень много очень много девчонка ваш девчонки ваших отзывов пожеланий вот хотя бы экспресс мастер-класс ну в общем быстренько я вам сейчас расскажу значит как я его увязала вязался он очень просто я просто саму схему которую я использовала я вам покажу и значит что еще саму конструкции я вам сейчас расскажу девчоночки значит что у меня здесь вязала его по вот этой вот схеме что-то я там корректировала девчонки вязала полгода назад не помню попробуйте сначала схему тут в общем в общем что касается пряжи пряжа приблизительно 100 метров 100 метров в 100 граммах 100 граммах и ушло полтора килограмма но девчонки можно взять толстый крючок и воздушную пряжу то есть мохер какой-то он будет легким давным там многие писали что кардиган как бы тяжелый полтора килограмма да я с вами соглашусь но если заменить другую пряжу вот допустим взять мохер и то что толстый крючок он будет воздушным что касается других пряж я не знаю чем бы заменить просто выбирайте наверное я не знаю как что вам посоветовать вот у меня было вот так вот либо тонкую пряжу толстый крючок чтобы было воздушно либо толстую пряжу которая потом он будет как бы и теплый в общем что есть то есть у меня да вы же смотрите по образцу по другому другого я посоветовать не могу при этой крючок я я брала 6 миллиметров но это вы пробуйте по как бы по себе я люблю потоньше это вы уже знаете и спицы и крючок чтобы петли скользили легко чтобы мне было легко вязать поэтому я использовала 6 миллиметров крючок вот схемы использовала вот эту вот и что-то я же говорю я не помню дело в том что если бы у меня был сейчас кардиган здесь при мне то я бы по нему вам еще просмотрела по поэта но вот так ориентировочно я вас сейчас направлю да потому что я его уже до отдала очень давно и так что я делала как я его вязала значит что я здесь опасно я набирала петли снизу вот то есть здесь у меня и передняя деталь и задняя деталь и я на припуски шву ну он ним не мой вы заметили тоже что на меня он велик то есть вы смотрите окружность бедер плюс сантиметров сорок если это на всю длину и плюс 20 примерно вот здесь вот на спинку плюс 10 на полочку это на свободу облегания да и это все плюс окружности бедер что касается набора петель ну понятное дело вы свяжите образец узора и по узору будете подгонять как вот что у меня по узору так как у меня была толстая пряжа вот это то у меня расположились раппорту вот таким вот образом у меня их всего было восемь рапортов восемь вот я вязала вверх по этой схеме вязала до проймы одним полотном вот это я вязала 8 раппорта далее разделила на пройму далее вязала вот отдельно три части здесь у меня была полтора раппорта здесь полтора раппорта а здесь пять раппортов вот здесь половинка здесь половинка всего в сумме 5 но они дам шахматом порядке то есть пять раппортов здесь вот и довязала до верху вот тоже не помню ну пройма широкая девчонка это же я ничего не делала никаких скосов ничего я не помню сколько я по по планке набирала я не помню сколько я по рукаву набирала ну в общем саму конструкции я вам просто то есть точных петель я вам сейчас не скажу я говорю о конструкции то есть вот основная деталь вот это вот такая вот конструкция здесь с разрезами все у нас если сложить вот так вот полочка получается вот здесь вот и вот здесь вот то есть гуляющих у ой девчонки девчонки простите простите я забыла вот видите это когда вещи нет у меня здесь я связала на 10 сантиметров полочки выше для чего чтобы они компенсировали вот это что у нас нет никаких вырезов горловины да никаких скосов ничего то есть полочка у меня на 10 сантиметров было выше возможно даже чуть больше чем на 10 сантиметров то есть чтобы нижняя спиночка у нас сдвинулась вниз вот далее вот когда я это все сложила вот если вот сложить и пришить плечевые швы то вот вот в готовом виде это у нас выглядит вот так вот если взять то есть вот эта полочка он у нас отгибается на спинку да и вот здесь вот у нас сгиб а шов вот здесь вот на спинке при этом пять сантиметров у нас зазор вот здесь далее сшила плечевые швы скосов ничего не делала потому что при этом узоре это практически нереально сделать вырез сделать скосы поэтому я это решила вот таким вот образом у меня получился вот здесь вот большое промежуток большой промежуток который я потом компенсировала вот этим вот отворотом шалевого воротника то есть я потом набрала петли по вот эту вот этой вот горловине по полочкам да и набирала петли я уже на спицы поменьше там по моему у меня был были пятерки была пятерка спицы вот и я набирала петли из каждой петли вот по моему цепочки я набирала по 1 но девчонки я не могу утверждать вам точно это это так ориентировочно и вот я вязала ширину и если честно я уже довязывала вот сколько у меня было не так поэтому ширина вот вот этой планки у меня было где-то сантиметров 15 то же самое я сделала и на рукаве вот далее что что я сделала далее я набрала петли по рукаву и там я набрала меньше чтоб просто вот эту вот часть стянуть и чтобы она у нас как бы был эффект спущенного рукава за счет того что вот этот манжет у нас у меня был стянут вот в принципе это простая конструкция но много нюансов да ну и все а кстати не так у меня не хватило внизу довязать то есть внизу когда будете этого у меня нет вязать вот провяжите столбиком несколько рядов чтобы она была все-таки закончена и было как бы что-то похоже у меня этого нет в принципе все саму конструкцию я рассказала да вот передняя деталь выше задняя все прямо прямоугольники плюс эффект делает что эффект делает то что это комбинация спиц и крючка и вот она вот такой вот красивая необычная ну и зависимости от пряжи какую вы выберете получится либо теплая вещь либо воздушная летняя я думаю ее из хлопка связать можно тоже будет очень красиво там понятное дело что у вас рапортов будет больше в общем по соотношению вот здесь вот 1 и 5 1 и 5 рапорта 1 и 5 1 и 5 здесь у нас два посредине то есть по этим соотношениям вы можете подогнать и вашу плотность вот принципе девчонки все вот вот и все на самом деле он простой но нужны все-таки какие-то навыки подробно узор снимать не буду пробуйте узор потом потому что я же говорю я его изменяла и сейчас если честно у меня нет нет времени сейчас не успеваю меня три проекта начаты вот я все не могу к ним вернуться чтобы снимать поэтому я снимаю вот такой вот я видела отзыв я все читала я я понимаю что интересно вот вот такой вот мини возможно возможно я сниму подробно в мини вес а возможно и большой версии но уже к следующей весне девчонки сейчас просто у меня нет времени у меня работа и уже начатых три изделия плечевых больших вот все девчонки а потом просто уже будет поздно понимаете поэтому я буду быстренько оперативника пока вас это интересует я вам сюда снимаю вот этот экспресс мастер-класс все девчонки на сегодня я с вами прощаюсь с вами была века школа рукоделия всем пока пока